Еще раз добрый день, дорогие друзья! Теперь с нами на связи вице-мэр Мигдаля Эммика Сергей Акландер. Сергей, добрый день! Рад вас приветствовать! С наступающим Днем Победы! Сергей, в рамках нашей программы, нашего, назовем так, мини-марафона по поводу Дня Победы в израильских городах, я прошу вас рассказать, как в вашем городе планируют встретить этот замечательный день, что вы запланировали до проведения, что планируете после, поскольку коронавирус, понятно, наложил свой отпечаток на празднование в этом году. Да, вы знаете, Александр, этот юбилейный год, 75-летие Победы над фашистской Германией, проходит не в обычной обстановке из-за пандемии коронавируса, это известно, и поэтому мы решили отметить этот наш праздник в другом формате. Что я имею в виду? Мы подготовили, сегодня, кстати, мы проводили съемки виртуально, для того, чтобы каждый на нашем Атаре, нашего муниципалитета и Фейсбука мог это посмотреть в прямом эфире. 8-го числа мы решили это показать утром, так как 9-е число в этом году выпадает именно на субботу, это выходной день. Мы, как правило, каждый год отмечаем или 8-го, или 9-го, в зависимости от дня, на который выпадает сам праздник. Вы знаете, мы каждый год отмечаем праздник 9-е мая с большим трепетом и с большим размахом. Что мы только не делали, мы проводим, во-первых, торжественную церемонию у городского памятника из стелы. На стеле высечены имена всех тех, кто жил в нашем городе, ветераны и фронтовики, и не дожили, к сожалению, до сегодняшних дней. Кроме этого, мы проводили юбилейные года очень с большим размахом. Также приезжали артисты из России и стран СНГ. Понятно, что в первых рядах у нас большой амфитеатр, 3000 мест. В первых рядах сидели только наши фронтовики и ветераны войны. Кстати, 9-й канал транслировал в прямом эфире 65-летие Победы прямо из Мигдалеймика. В этом году мы планировали провести такое шествие, бессмертный полк, и потом после шествия сразу провести церемонию у памятника и выпустить 75 шаров, таких бело-голубых, знаете, в честь годовщины Победы. Я в прошлые годы в муниципалитете совместно с Управлением Абсорцией и Министерством Абсорцией выпускали такие, знаете, памятные альбомы и календари. Я могу их показать, но не знаю, насколько вам будет это интересно. Вручали медали вместе с Генеральным консулом России в Хайфе Поповым Игорем Витальевичем. В этом году понятно, что невозможно никого собрать у памятника, и после церемонии, которую будут видеть в виртуальном пространстве, как я уже сказал, мы планируем, я лично, вместе с председателем объединения ветеранов Второй мировой войны, проехать каждого ветерана и те, кто находится в нашем городе, и те, кто находится, к сожалению, в домах престарелых уже, и вручить им подарки от муниципалитета, как мы это делаем каждый год. И очень надеюсь, что в будущем они все получат и медали, которые выпустила Россия, но это уже когда приедет Генеральный консул на вручение. Сергей, а молодежь активно участвует в этом мероприятии у вас в городе? Каждый год две школы, есть такая школа Яратаэмик и школа Рогозин, который присылает своих представителей разных возрастов. Вместе они поют с нашими ветеранами День Победы песню. Они также выпускают голубей в небо, и они стоят, знаете, торжественно в почетном карауле у самого памятника. И дарят цветы каждому ветерану, каждому. У нас собираются на церемонии не только ветераны, но и бывшие узники, гетты и концлагерей, блокадники Ленинграда, работники тыла. И все, кто пострадали в катастрофе, их называли когда-то беженцами, но сегодня их называют пострадавшие в катастрофе. Они все собираются, и вот дети с этих школ, конечно, выбираются в основном дети, которые говорят из семей русскоговорящих, которые говорят на двух языках, пусть даже на ломаном, но так, чтобы ветераны могли их понять. Кроме этого, мы с ветеранами ходим по школам, и каждый из ветеранов рассказывает о своем подвиге, о тех днях войны, которые им пришлось пройти, пережить и победить фашистскую Германию. Сергей, спасибо огромное за это интервью, спасибо, что нашли для него время, успехов вам, ну и, конечно, с Днем Победы, всего доброго. С Днем Победы, спасибо, и всех ветеранов, пользуясь, хотел бы пожелать всем мира, здоровья и мирного неба над головой. Спасибо, и вам также, главное здоровье, сегодня здоровье. Спасибо, спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами, всего самого доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!